26 августа, опять льет дождь, купила сливы в магазине, вот такие крупные, вкусные, понравились, не знаю что за сорт, просто слива. Вот такие у нее косточки, не как у чернослива, как у русской лычи, похоже. Не выкидываем, буду садить, посмотрим, вот такие кругленькие, такие крупненькие, вкусные, понравились, посмотрим, чего вырастет. Посажу осенью, проверю на схожесть, ну это засниму я для себя. Сначала их промою, продезинфицирую, просушу, потом проверю на схожесть. Часть ставлю стратифицировать, а часть высажу осенью. Такая лилия у меня распустилась. Такие бутоны. Запаха. Ну высотой где-то метр двадцать. Гибрид. Нежненькая. С Оксаной поменялись смородинами. Я еду в Василичинскую 2. С Оксаной поменялись смородинами. Я еду в Василичинскую 2. Она мне дала конфетка. Сорт тоже сладкоплодная. Сиричинская тоже сладкоплодная считается. Вот. Таких два куста у нее будут расти новых. Черной смородины. Зацвела земляника. Флориан. Второй раз. Московские зори. Сейчас тут покажу. Тоже зацвела второй раз. Вот такие у нее длинные цветоносы. Тимляника. Сорт Московские зори. Масса плода 20 грамм. Но у нас до 20 грамм она не вырастает. Вот такие плоды в основном были. Сколько тут? Грамм 10. Сейчас попробуем сладко или нет. Ягодки сладкие. Но немножко кислинка есть. Вот такие даже побеги длинные. Сколько тут побеги. Его все равно надо убирать. Так что мы сейчас его выщипнем. Вот такой побег. Как уз. Непонятно что тут такое. Это на землянике Московский зори. Так. Может быть это уз такой. Может цветонос. Ну вот такие вот они. Здесь тоже вот такой. Здесь вот одно между узлей. Веточка. А здесь вот второе. Но это оставим. А это убрала. Потому что тут мелкие плоды не успеют все равно вызреть. Куст перезимовал хорошо. Посмотрим что он в следующий год. Как он себя проявит. Флориан. А тоже сладкие ягоды понравились. Но вкуснее чем московский зори. Цветничок наш. Снова распустились лилии. Такой расцветочки. Так на свету. Здесь желтенькая опять. Здесь желтенькая цвела. И вот еще одна желтенькая распустилась. Климатис не хочет расти. Сыро. Подкармливала все равно бесполезно. Надо его пересаживать отсюда. Такие лилии распустились. Такая оранжевая. Желто-оранжевая. Пахнет. Ну такой ненавязчивый запах. Только когда к бутону нос подводишь. Тогда пахнет. А так издалека нету запаха. Снаружи бутон так окрашен. Ну и вот еще один распустился. Снаружи бутон вот такой. Но этот еще не распустился. Так. Это сорт какой у меня тут. Сейчас посмотрим. Сантарелло. Оранжевый. Ориентали трубчатый. Гибрид от. Называется. Сантарелло. Росло здесь у меня много. Чешуек было посажено от путона. Ну от этого. От луковицы были отломаны. Отрощены маленькие луковички. Но они все погибли. Осталась одна мамка. Так же как и у этого тоже сорта. Ну по одной. А росли кучкой. Прошлый год очень много погибло от сырой. Так. Сейчас этот сорт посмотрим как называется. Так. Этот сорт. Флэшпойнт. Флэшпойнт. Ориентали трубчатый тоже гибрид. Лилия. Высота должна быть у него 120. Флэшпойнт. Ну вот так вот. А два так и не взошли. Вот здесь вот. Две таблички остались. Так. Там распустился еще. Вот такой азиатский гибрид. У него вместо тычинок вот такие лепесточки. Пестик есть, а тычинок нету. Красный. Красно-оранжевый. Цветет у меня он здесь второй год. Первый год не цвел. Второй год дал только один бутон. Вот сейчас третий год ему побольше уже бутонов дал. И здесь белый распускается. Не знаю распустится или нет. Потому что его прихватило заморозком. Вот видно. Может даже до конца и не распустится. Вот видно даже. Все заморозком прихвачено. Будем надеяться. Так. Тема сегодня, значит, 27 августа 2020 года. Тема разговора. Малина ремонтантная. Считается она как бы раннего срока созревания. У нас на севере она среднего срока созревания. А у нас вообще, в Архангельской области, она как позднего срока созревания. У нас ее целесообразно выращивать как обычную малину. Потому что если лето холодное, у нее ягодки не вызревают. Вот сейчас видно растение. Это вот брянская дива. Высота куста от полутора до двух метров у нее. Так. Почитаю сейчас я немножко про нее. Малина брянская дива. В 2001 году в Брянской области на базе селекционной станции в результате свободного скрещения опыления межвидовой формы под номером 47184 был получен сорт ремонтантной малины, который назвали брянская дива. Авторами считаются С.Н. Евдокименко и И.В. Казаков. В 2006 году был зарегистрирован в гос. реестре. Внешний вид малины. Высоту куст 1,8-2 метра. Среднее количество побегов 7-8 штук. Мощные побеги малины в начале вегетации имеют слабый антоциановый оттенок. К осени более насыщенный. Побеги малины по всей длине покрыты небольшим количеством довольно мягких зеленых шипов. Боковые веточки с плодами не имеют шипов. Особенностью этой малины, как ее отличить от других сортов, является, что плодовые веточки отрастают парами из каждого узла побега. Лист у этой малины крупный, слабоморщинистый, слегка шероховатый. Тыльная сторона листа имеет легкое опушение и белесую окраску. По краю листа расположены небольшие зубчики, цветы белые, 1 см в диаметре. На верхушках побегов и в пазухах листьев, в кистевидных соцветиях. Плодоношение преимущественно на однолетних побегах. Но я ее выращиваю, чтобы у нее ягодки были на двулетних побегах. Потому что она у нас не успевает на двулетних побегах. У меня вот куст там, он как бы рано начал отрастать, там снег рано растаял. И сокодвижение началось пораньше, и там ягодки уже появились. А вот здесь, на этих кустах, они еще только цветут. Даже видно вот. Вот так выглядит. Так, ягоды созревают постепенно. Сами ягодки выдерживают заморозки до минус 3, кратковременные. Урожайность куста приблизительно 3-3,5 килограмма. Но у нас, не знаю, у нас меньше. Килограмм-полтора может от силы. Средний вес ягод от 5 до 7 грамм. В длину ягодки достигают 3 сантиметра. После полного созревания висят до недели, не осыпаются. Цвет ягод светло-красный. Плотный, сочный. Неплохо хранятся. Несколько суток и не потекут. Ягода нежная. Мякоть сладковатый вкус. С небольшой кислинкой. С малиновым ароматом. Оценка ягод 5 баллов внешнего вида. И 4 балла вкус ягод. Использовать можно ягоды в свежем виде и для заготовок на зиму. Я прочитала про малину брянская дива. Вот такие у нее листики. С зубчиками. Колючки у нее на стволах. Ну колючки короткие. Всего 1-2 миллиметра. Небольшие. Редкие. Вот такой стволик красный у нее. Но это уже после заморозков. Так-то он был такой светленький. После заморозков он изменил цвет. Вот так он только начинает сейчас набирать. На макушке уже цветут. Вот такие цветочки у нее. Вот такие цветочки. Здесь видно, какой мощностью он должен быть при нормальном кормлении. Но если его так выкармливать, как он должен быть, то он поздно зацветает. А если как бы его на скудном паке держать, то он успевает зацвести. Но я-то считаю, вот это у кусты. Это у нас уже жирует как бы. В средней полосе он должен быть таким нормальным, а у нас это уже жирует. Это уже ягод на них не будет. Так, уход какой за ним? Мульчирую постоянно, потому что ему нужно много питания. Весной поливаю настоем коровика. Если коровика у меня нет, значит развяжу азофоску, азот фосфор калий. Обязательно две подкормки в июне месяце. Только начинает отрастать первую подкормку, как земля прогреется, чтобы удобрение растения могло усваивать. Никогда не поливаю удобрением, когда холодно, когда растение не может его усвоить. Это значит температура, чтобы была почва хотя бы 8-10 градусов нагрелась. Корневая система могла усваивать это удобрение. Потом, значит, осенью, если зола есть, значит золой. Если золы нет, суперфосфат и калий. И еще, если вот сейчас вот август, конец, я поливаю зеленым удобрением. Но тут случай, что если, мало ли, осень будет теплая, то он, ягодки успеют, первые, которые вот завязали, сейчас они успеют вызреть. Потому что было у нас одно лето такое, что до октября месяца было тепло, и ягоды частично вызрели на Брянском Диве. Сейчас пройдем и посмотрим. Так, зимой, уже когда морозы начинаются, я, земля уже чуть-чуть подмерзнет, и я мульчирую, у меня навоз перепревший в мешках, я мульчирую землю. Если навоза нет, значит опилком, травой, в общем, все, что есть в наличии, все использую для закрытия корневой системы. Хотя у него пишут, что корневая система выдерживает морозы до минус 30, но у нас бывает, что снега нет, и может корневая система подмерзнуть, потому я перестраховываюсь и мульчирую под малиной почву, чтобы она, если надземная часть погибнет, по крайней мере корневая система перезимовала. Так, вот она у меня тут куда полезла. Так, вот этим кустам вот здесь у меня уже, ну сколько уже лет, не соврать, лет 8 она у меня здесь растет. Ну да, где-то 8-9 лет, точно не могу сказать, но очень давно. Первое время она у меня не подносила, пока корневая система не наросла, хорошая, крепкая. Она так давала 1-2 побега не больше, это в течение 3 лет. А уже на 4-й год я уже увидела ягоды на ней. Образовались ягоды, но не в годичных приростах, а на побегах 2-го года, как у обычной малины. И тогда мы попробовали ягоды у нее. Ягоды вкусные мне понравились, которые вызревают летом. А осенние ягоды у нас получаются очень кислые. Они красивые, мощные, крупные, но кислые. Если только варить варенье, а больше не знаю, в свежем виде они кислые. Сейчас пойдем посмотрим, там у меня малиный кус прогрелся рано. И у него завязались ягодки пораньше, он зацвел побеги, которые 1-го года. 2-го года, которые побеги мы там уже ягодки съели. А вот 1-го года, сейчас посмотрим. Вот здесь у меня кусты не жируют. Здесь я азотом кормлю по минимуму. И здесь ей суховато, конечно. Но, по крайней мере, на годичных приростах у нее ягодки пораньше пошли. Вот такие уже. Оно еще цветет, конечно. У нее на побегах 1-го года плодовые веточки образуются по всему стволу почти. Вот здесь можно посмотреть. Вот от макушки и до конца стволика. Вот такие они. Вот ягодки на годичных приростах. Вот такая ягода. Сколько она? 1-2-3 сантиметра. Как и заявлено. Вот это вот зеленая. Вот это уже полузрелая. А вот это уже зрелая ягодка. Вот такая она. Вчера дождь был. Вот серединка у нее вот так вот подгнивает. Не осыпается, но вот так она выглядит. Ягода брянская дива. Тут, конечно, она отгнила, а так она хорошо снимается. Эта серединка в ней не остается. Сейчас попробуем. Вова, не хочешь брянской диву попробовать? Ну ладно, сейчас я сама попробую. Вот такие у нее плотные ягоды. Ягода. Косточки средние где-то. Но они мягкие. Не это, не грубые. Вот я показала брянская дива, какая она должна быть. Какие у нее должны быть плоды. Летние плоды мельче у нее. Они не набирают такой массы. Вот летние плоды. Сейчас покажу. Это плоды на побегах прошлого года. Вот он побег. Веточка прошлого года. А это у него боковой отросток. И вот летняя. На двугодичном. Вот такая она маленькая. Но здесь, конечно, я не перекармливаю. Там больше азота подкормила. Как положено. А здесь, здесь более щадящие. На солнечном припеке здесь она. Ну и все. Все, что я хотела о малине сказать. Брянская дива. Можно ее у нас выращивать на севере. Вот эти побеги длинные у нее гнутся нормально. Она, когда снегу много выпадает, она загибается и прячется под снег. Не ломается. Побеги не ломаются. Гнутся нормально. Но когда азота перекормлена, то у нее побеги очень толстые. И они, бывает, что ломаются прямо у основания. Там. От корешков обламываются. Сами побеги хорошо гнется. А вот у самого корня, там, у земли, он отламывается. Если перекормлен, жесткий становится. Ну, можно выращивать. Еще раз говорю, у нас на севере. Можно как обычную малину. Она более сладкая и более вкусная. Если выращивать ее, как дулетнюю. Чтобы сорт сохранялся, надо обязательно убирать все вот эти гнилые ягоды. Чтобы они не падали на землю и не прорастали. И чтобы растение не засорялось. Если не используем эти ягоды в еду, значит их просто надо убирать и срывать. Потому что они могут прорасти. И неизвестно, что из этих ягод потом может вырасти. Все это надо убирать и зарывать. На глубину 10 сантиметров. Даже можно под этот же куст. И они уже не прорастут с 10 сантиметров. Не будет зараза всякая распространяться, которая на них. Я ничего не выкидываю. Все эти вот листья, все это вот побеги. Просто нарезаю и под эту же малину зарываю. Оно и как подкормка идет, и зараза никакая не распространяется. Потому что они разлагаются за лето. И все прекрасно будет. Заболеваний, как таковых, на ней я не замечала. Нормально. Единственное, что бывает, хлороз. Ну, хлороза так не хватает микроэлементов. Особенно после дождей сильных. Обязательно надо подкармливать. Почва у нее. Любит она рыхлую, плодородную почву. Но у нас на севере не надо ее азотом перекармливать. Чтобы она не жировала. Потому что она теряет морозостойкость. Если она перекормлена. Ну, как и вся малина, впрочем. Еще раз показываю, как выглядит малина брянская дива. И теперь, наверное, все. Ну, и теперь, наверное, все. Продолжение следует...